Вятская не черноземья. От века с трудом обживалась и выхаживалась тут скупая северная земля. Ныне многочисленные вятские починки и выселки распахиваются, избиваются в крупные современные поселки. А этот, в котором и домов-то всего одиннадцать, живет и здравствует и знает про сельцова Ганы во всей Кировской области. Живо оно заботами братьев Кожемякиных, а знаменито трудом халеборобов, которыми руководит старший брат Петр Николаевич. Это у них от дедов, от рано умершего отца сельского механика, от матери русской крестьянки Александры Ивановны. Мне же свой отец говорил, не плачь, дочка, а я пожелобилась, я более не счастлива. Ты счастлива? Работай только пуще и будешь счастлива. Я всю жизнь меня внушала своим детям, это только слово. Дети, работайте пуще и будете счастливы. Да, не боятся никакой работы. Этому научила их жизнь. Есть немало механизаторов, которые не видят ничего, кроме своих машин. Кожемякины заводило во всем, что делается на общую пользу. Это и теле-антенны, и водопровод, и новый телятник. Всему доброму голова Леонид и Петр. С хозяйской ответственностью за хлеб, за землю, пришла и ответственность за судьбу родных мест, за их будущее. Надо самому очень полюбить свою работу. Есть, говорит, у человека желание такое поработать. Тут не болезни, не сон, ничего не берет человека. Но любить землю, это в одном слове не скажешь. Можно любить, скажем, мороженое. А земля, она требует от себя много заботы. Каждый видит землю под собой, как дорогу, как бы пройти по нему. Когда любишь ты, боишься на нее ступить где-нибудь, не в положенном месте. Как вроде бы одно с тобой дыхание у нее в этой земле. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok